При виде полицейских в салоне общественного транспорта маски из сумок и карманов перемещаются туда, где им место, на лицо. И обязательно так, чтобы закрывали и рот, и нос. Если средства защиты с собой не оказалось, просят покинуть салон. Добросовестные и незабывчивые пассажиры такое решение поддерживают. У него нет с собой маски, он забыл или не взял. Он должен ее купить. Я считаю, что это очень важно, потому что инфекция идет, распространяется. И мы должны думать о себе, конечно, и об окружающем. Сотрудники транспортных предприятий прогнозируют увеличение пассажиропотока. Жители города возвращаются из отпуска, и скоро начнется новый учебный год. А значит, транспортом будут ежедневно пользоваться школьники, студенты и преподаватели. Подготовку к этому событию уже начали. В усиленном режиме обрабатываем наш подвижной состав. 24 на 7 работают мобильные бригады, которые обрабатывают все поверхности. Моем, чистим, генералем весь подвижной состав. С инструктажей проводим. Усилили и контроль за соблюдением масочного режима. В неделю теперь проводят до 80 рейдов. Это на треть больше, чем еще в середине августа. Соответственно, количество рейдовых бригад тоже увеличено. Помимо представителей профильного департамента, добровольной народной дружины, предприятий перевозчиков и правоохранителей, в выездных проверках участвуют сотрудники регионального Минтранса. Проверками охвачен подвижной состав не только городских маршрутов, но и межмуниципальных. Внимание всем видам транспорта. И не только в час пик. Встречается иногда, что говорят, нам никто не указ, начинают вступать в перепалку. И на такого нарушителя вставляется административный протокол по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф по этой норме предусмотрен до 30 тысяч рублей на физических лиц. С осени прошлого года оформлено 483 административных материала. За минувшую неделю таких эпизодов 8. При этом в масках должны быть и пассажиры, и водители, и кондуктора. Я думаю, что это станет привычкой. Потому что, видимо, масочный режим надолго. Пока не выработается коллективный иммунитет. Способ сформировать коллективный иммунитет один – прививка от ковида. И чем скорее жители Самарской области пройдут вакцинацию, тем быстрее можно будет снять маски. Мария Шпаква, Новости губерния.